Ну, в общем, послала его за ёлкой. Ус, послала, так послала. А то говорит, что это за Новый год и без ёлочки, а? За ёлочкой в лес теперь не ходят. Статья 260 Уголовного кодекса не позволяет. Поэтому, если вас послали за ёлочкой, или вы сами выразили такое желание, то приведёт вас путь дорога на ёлочный базар. Работать он будет до 6 вечера 31 декабря. А эти дни выбрать ёлку можно с 10 утра до 10 вечера. Ёлки с перми – это вот ели, там сосны. То есть метр у нас стоит 600 рублей. Ёлки высотой от метра до трёх. И чаще всего их покупают за несколько дней до праздника. Можно приобрести еловые ветки, пихтовые, а заодно подставку под дерево. Заливаете в эту подставку литр воды, ложку соли, чайную, ложку сахара и солициловую кислоту. Тогда, как уверяет Владимир, ёлка простоит месяц. Впрочем, мнения людей, какую ёлку лучше ставить, разделились. Я думаю, что лучше искусственную. Надо быть к природе, наверное, бережнее, много относиться. А у меня некуда ставить живую, места нет. Поэтому надо искусственную. Но живую, конечно, раньше лучше ставили. Она дышалась лучше, как её. Смотрелась красивше. Живую? Нет. Мне жалко ёлочки. Праздник живой. И ёлочка должна быть живая. Я так подозреваю. Маловато! Ну что? Достолкался? Да? Ой! Узасик! Подожди! Ну погоди! Праздник!